Избирательный участок, который мы сегодня посетили в сельском поселении Развилковской, расположен в общеобразовательной школе и носит номер 1304. Участки здесь открылись, как и по всей стране, в 8 часов утра. Голосование продлится до 8 часов вечера. За это время жители смогут отдать свои голоса за кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации 7-го созыва по партийным спискам и одномандатным округам. Также за региональных депутатов Московской областной думы, кандидатов в депутаты, тоже по партийным спискам и одномандатным округам. А также здесь, в Развилке, проходят довыборы в Совет депутатов Ленинского района по избирательному округу номер 17. Это представитель от сельского поселения Развилковская. На момент съемок этого сюжета проголосовало около 70 человек. Но, как мы видим за моей спиной, очереди выстраиваются к избирательным урнам и голосование идет вовсю. А всего же право голоса здесь имеют 2802 человека, включая открепительные удостоверения. Мы подготовили специальные переносные ящики для голосования. В течение всего времени, как начала работать участковая избирательная комиссия, мы ведем сбор таких сообщений. На момент открытия участка у нас было 4 человека, которые заявились на голосование на дому. Все пришедшие голосовать на информационных стендах, расположенных на избирательном участке, могут найти информацию о кандидатах в Государственную Думу, в Московскую областную Думу, в списки партий, а также кандидаты в Совет депутатов Ленинского района. Многие пришедшие жалуются о том, что информация очень скудная, и они хотели бы, чтобы за время избирательной кампании кандидаты сами приходили к ним, общались и рассказывали свою программу. А то, что они видят здесь, этого мало. Нарушений, как таковых, особых замечено не было. Так, есть определенные проблемы, связанные с тем, что там не хватало фотографий, которые мы доклеили. Есть замечания по тесноте помещения. Не очень довольны люди, что поменялись адреса границы деятельности нашего избирательного участка. Вот у нас было пожелание к председателю комиссии, чтобы буквы пофамильно для избирателей повесили выше, потому что люди стоят в очереди и хотели бы знать, куда занимать, чтобы не спрашивали друг у друга. Стоит отметить, что помимо членов избирательной комиссии и наблюдателей, на участке работают и обеспечивают безопасность сотрудники МЧС и полиции. Однако сниматься они отказались. Вы знаете, у нас в жизни было и хорошего много, и плохого много. Только чтобы у них было все хорошо в жизни, я вот пришла проголосовать. Мы хотим чего-то получить, мы хотим чего-то добиться в этой жизни. Соответственно, сами мы туда не пойдем. Есть у нас лидеры, за которых мы пришли проголосовать. У каждого своя программа, каждый предлагает как бы свое. Но нам хочется, чтобы нас не обманули, как простых людей. Поэтому от нашего голоса многое зависит. Я так считаю. Столько агитаций было, это просто уже мой долг сегодня. Вы считаете, вообще выборы это необходимое мероприятие в России? Сегодня я уже так считаю, поскольку такой бардак, который в стране творится, только через выборы можно пройти к той истине, к которой мы стремимся. Голосование идет полным ходом. В кабинках для тайного голосования люди ставят галочки в бюллетенях, а потом выстраивается целая очередь, чтобы опустить их в КАИБы, комплексы обработки избирательных бюллетеней. Здесь на участке работает специальный человек Наталья Николаевна, которая помогает людям, кто еще не успел ознакомиться, как работает эта система. Если будет все правильно введено, то подсчет будет произведен автоматически. Самое главное, чтобы сошлись контрольные цифры для суммирования бюллетеней. У нас получится пять уровней, пять выборов, пять протоколов, каждый из которых считает свой уровень. А на выходе с участка работают социальные службы и проводят экзит-пулы, опросы тех, кто уже проголосовал. Первые данные будут после восьми вечера, а у вас еще осталась возможность прийти на избирательные участки и отдать свой голос до восьми часов вечера. Так что все на выборы, а на избирательном участке в Развилке работали Дмитрий Книга, Александр Беляков, Екатерина Чернышева. Видное ТВ. Продолжение следует...